Дорогой слушатель, сейчас мы желаем представить вам одно очень поучительное повествование из Библии, а именно «Жизнь Иосифа». Ночь. Небо в звёздах. Над городом застыла тишина. В богатом доме, где живёт Иосиф, погашена последняя свеча. Всё погрузилось в тишину ночную. Но вот распахнуто одно окно. Перед ним стоит Иосиф. Он глядит, тоскуя, в темень сада своего. В душе его сегодня неспокойно. Он снова видит дом родной. Теперь так трудно справиться с собою и трудно успокоиться душой. Теперь богатый властью и почётом. Теперь он тоже, что и фараон. А сколько позади! Какие годы он пережил, пока вошёл в сей дом. Тот день не сможет он забыть до смерти. Он шёл по повелению отца в поля пустынные, где их стада палила жаром от горячего песка. Нашёл он братьев. И тогда случилось то ужасное, страшное вдруг. Прошло так много лет, но той картины ему не вспомнить без душевных мук. В семнадцать лет Почти ещё ребёнком Лишённый ласки Рук отца Рождённого в богатстве и свободе Вдруг превратили В жалкого раба. Сначала это было так ужасно. Позор и издевательство, угрозы, Чужая сторона, законы и обряды, Чужой и непонятный разговор. Он сам всё это вынес бы едва ли, Но и Еговы помогла рука, Бог Авраама, Иакова, Исаака. И даже годы трудные в темнице Помог ему Господь преодолеть, И всемогущей у Своей десницей Свободы снова дал увидеть свет. Взошла луна, Окрестность озарила. Такой красивый и роскошный сад. Статуи украшают золотые Оливковых деревьев Стройный ряд. Цветы благоухают вдоль аллей, И плеск фонтана Слышен в тишине. И лунный блеск На мраморе скамеек, И роща пальмовая В стороне. Но сердце у Иосифа сегодня Восторгом видно не горит. Он смотрит вверх, Туда, где звезды, И шепот из глубин души В саду звучит. Отец, Отчизна, Дом родимый, Родные сердцу Горы и леса, Порою синяя, А утром золотые Над краем нашим чудным небеса. В вечерних сумерках Стада спешат к воротам, Ягнята путают Несмелые шаги, Последний солнца луч, Конец дневным заботам, Пывают в сумерках Вечерние костры. Хотя усталые, Но радостные лица, Скот сохранен, Потерей нет, И в винограднике Нет ни лисицы. Спокойной ночи, Скоро уж рассвет, А завтра Снова ранние заботы Все братья в сборе, Овцы воду пьют, Когда все дружны, Легкой, Нетрудной кажется работа, Отец благословляет их На труд. И снова горы, Виноградники, И солнце, И пастбища, Зеленая луга. Все в мыслях пронеслось. Как больно, Как больно сердцу, Родина моя! Отец мой, Родина, В тумане горы, О, как хочу к тебе, Мой край родной! Что зависть делает, Какие шлет раздоры! А я люблю, О, как я вас люблю, Как хочу домой! Здесь тоже хорошо, Нил тихо катит воды, Зеленых пальм, Тенистая листва, По тихой глади Пробегают волны, Идут прекрасные стада, Спят мирно пирамиды И статуи, Идут, качаясь, Караваны по песку. Богатая страна Своей красой и силой Пленила ты уж Многие сердца. Все эти побрякушки, Дивные одежды, С утра до вечера Обман и суета. А там, В краю родном, Ужасный голод, В семье моей Любимой Нищета. Стоит Иосиф у окна, А буря Никак в душе его Не утихает. Его богатая, Но тонкая натура Разлуку тяжело переживает. Ни роскошь, Власть И ни богатство Не могут заглушить Его тоску. Он, Оскорбленный Близкими своими, Тоскует все равно По дому своему. Однажды в полдень Все дела закончив, Все распоряжения Отдав. По обыкновению В одну из комнат Уединился он И всем чувствам Волю дал. И сердце снова Грусть терзает. Он одиноко Меряет шаги. Но мысли прерваны, Раб вызывает, Спешит, Лежат на нем Заботы Всей страны. Там у двора Стоят чужие люди В цветных одеждах. С ними их ослы. Навьючины поклажи На верблюдах. Опять за хлебом Из чужой страны. Иосиф Не спеша Идет навстречу. Вокруг него Прислуга И рабы. Взглянул на них И вдруг Остановился. О, этот запах Милой стороны! И сердце вздрогнуло, Расслабил руки. О, сколько горести! О, сколько муки! Вам рассказали бы Одни его глаза! Вот они Родные лица В кудряшках головы Блестящие глаза В цветных одеждах. Во взглядах этих Отражается Вся родная сторона. Все поклонились Земли касаясь. Товары вынимают Из мешков. Иосиф Иосиф молча Головой кивает. Внимательно Он смотрит На послов. И видит Между ними Нет Вениамина. А как Хотелось бы Обнять Прижать К груди Два Младшие Любимые Два сына С отцом Вениамин. А он Иосиф Здесь Один. Откуда Вы пришли? Соглядатаи Зачем Пришли Сюда? Чтоб Посмотреть Иль Понаблюдать За нами Земли Увидеть Слабые Места? Рабы Твои Пришли Издалека Но Ты поверь Что мы Не Соглядатаи Пришли Купить Мы хлеба У тебя Мы Все Здесь Дети Одного Отца И Было Нас Двенадцать Братьев Он Наименьшего Оставил У себя А Одного Давно Уже Не Стало Сурово Им Иосиф Отвечал В Своей Душе Любовь И Боль Скрывая А ваших слов Я истину Проверю И Испытаю Вас Таким Путем Сказали Вы Что Есть У вас Брат Меньший Так Приведите Же Его Пусть Он Войдет В Мой Дом И Лишь Тогда Как Это Я Увижу И Ваши Оправдаются Слова Получите Опять Вы Пищу Для Вашего Семейства И Отца Иосиф Оставляет Симеона Заложником В египетской Стране А Братья Страха И Волнения Полны Говорят Между Собой На столь Понятном Для Иосифа Родном Языке Я Говорил Вам Братья Не Грешите Тогда Вы Не Послушали Меня Теперь На Божий Суд Вы Посмотрите Как За Иосифа Нас Бьет Его Рука Не Знали Братья Что Иосиф Стоит И Слушает Родной Язык Что Страшной И Глухой Какой-то Болью Всплыл В памяти Его Далекий Миг Стояли Братья Скорбно Сознавая Грех Юности И Всю Свою Вину Иосиф Отошел От них Рыдая Вновь Вспоминая Молодость Свою И Годы Те Когда Отец Любимый В цветные Одевал Его Одежды И Зависть Братьев Не Щадя Сидин Лишила Их Успеха И Надежды Но Как Оно Тоскует Печально Шепчет Бедный Властелин Проходит время Все сильнее Голод На земле Надежды На спасенье Уж Нет И Привезенный Из далекого Египта Уже Давно Почти Весь Съеден Хлеб Израиль Старец Все еще Скорбивший О гибели Потерянного Сына Уже Стоявший На пороге Вечность Теперь Не отпускал Вениамина Он Говорил Иосифа Не стало Теперь Исмиона Уже Нет Вы Седину Мою Сведете В гроб С печалью Я Не Отдам Его Вам Нет Сыны Иакова С понурой Головой Под кров Пришли Отцовского Шатра Нет Выхода Семье Их Голодающей А в Промедленье Участь Всем Одна И Снова Говорят О Вениамине Отец Наш Господин Тот Повелел Чтоб На глаза Его Мы Не Являлись Без Брата Младшего Беда Тогда Нам Всем Отец Семейство Наше Гибнет И Больше Нам Уже Не Протянуть О Если Б Сразу Отпустил Ты Сына То Уж Давно Бы Дважды Совершили Путь И Говорит Израилю Иуда Отец Я Отвечаю За Него Вину И Грех Все На себя Беру Я Если Вдруг Тебе Не Возвращу Его И Вот Опять Умеренно Шагает Навьюченный Поклажей Караван Тихонько Колокольчик Подпевает Уже Знакомым Ранее Местам И Вот Дворец Их Снова Здесь Встречают Иосиф Видит Брата Своего И Сердце Снова В клетке Замирает От Счастья Охватившего Его Он Снова Принял Их Родных И Близких Ведет Их Во дворец Наверх И Кормит Их И Взглядом Их Ласкает Вениамина Доля Больше Всех Других Душа Иосифа Не Очерствела Ни В тюрьме Ни В рабстве Ни В богатстве Чувствительные Струны Сердца Любовью Братской Трепетали Уходит Он Скрывая Слезы И Неразделенную Тоску Затем Дает Распоряжение Начальнику Над домом Говоря Вложи Вот эту Чашу Незаметно Младшему В отверстие Мешка Так Принудил Иосиф Своих Братьев Свернуть Назад С начатого Пути Страх И Бессилье Перед Этой Властью Терзали Их За Прошлые Грехи И Пред Иосифом На землю Пали Не Оправданья Были Их Слова Нашел Господь Рабов Твоих Неправду Позволь Нам быть Рабами У тебя Нет Остальные Можете Идти Того В рабах Я только Оставляю Кто Чашу Попытался Унести Вот Подошел К Иосифу Иуда Мольба И трепет В голосе Слышны Ты На раба Не гневайся Послушай Рабы Твои Не могут В путь Ити Оставив Отрока Мы Седину Погубим Умрет Отец Наш Старый От Тоски Он Младший У него Его Седины Сведут Рабы Твои С печалью Во гроб Когда Не будет С ним Вениамина Возьми Меня В число Рабов Твоих Возьми Меня А отрок Пусть Поедет Я обещал Вернуть Его Отцу Как Без него Я встречу Своего Отца Как Оправдаю Я Свою Вину Не Выдержал Иосиф Этой Пытки И крик Невольный Положил Конец О Братья Это Я Иосиф Скажите Же Скорее Жив Ли Мой Отец За Столько Долгих Лет Впервые Обнял Родного Брата Своего Он Целовал Их Всех И Обнимал Их В смущении Стоявших В стороне О Братья Не Печальтесь Подойдите Же Скорее Все Ко Мне Я Верю Что Во всем Что Совершилось Была Любовь Великого Творца Чтоб Ваша Жизнь До Ныне Сохранилась А Также Жизнь Любимого Отца Пусть Жизнь Иосифа Уроком Будет Для многих Тех Которым Жизнь Невыносимой Кажется И Трудной Бывают Бывают Годы Трудных Испытаний Что Тянутся Кажись Без Края И Люди Изнывают В отчаянье В немой Молитве К Богу Руки Поднимая Бог Был С Яковом Был Близко Но Годы Долгие Господь Молчал Когда Тот Плакал О Любимом Сыне И За Погибшего Его Считал Но Разве Объяснишь Пути Господни Не Сразу Планы Божьи Перед Нами Своею Открываются Картиной Порою Ждать Приходится Годами Чтобы Потом Признать Необходимым Чтобы Потом Познать Что Все Ко Благу Чтобы Потом Сказать Какой Ты Мудрый И Быть Сердечно Благодарным За Счастье Которое Конечно Еще Будет Счастье Слышу Зов Любви На Крест Христа Бляжу И Жертве Пролитой Крови Мир Сердцу Нахожу Любовь Христа Превыше Даль Звезд Небес Она Светлее Всех Светил Земли Любовь Христос Послала От Гибели Меня Дала Покой И Мир Моей Душе Над Мною Облака Проходят Выше Небес Его Ж Любовь Всегда Блесла Не Изменяет Мне Я Слав В Любви Порой В Труденье Завершен Но Мир Его Всегда Со Мной И Нет В Нем Перемен Любовь Христа Превыше Даль Звезд Небес Она Светлее Всех Светил Земли Любовь Христа Спасла От Гибели Меня Дала Покой И Мир Моей Душе Изменя Изменчив Я Но Он Всегда Все Так Ж Блак Все Так Ж Добр Сво Путя И Так В Любви Свет Любовь Христа Превыше Даль Звезд Небес Она Светлее Всех Свет Земли Любовь Христа Спасла От Гибели Меня Дала Покой И Мир Моей Душе Дала Покой И Мир Моей Душе Капли Сота Слушай И Надедайся